Ты прямо как служанка Сука смертная Всем привет, это Киона Это Аконя из Софтбокс Сегодня я хочу снимать с Аконей Как я озвучиваю дорамы Поехали Так, у нас у дорама королева Чурин Это очень такой интересный момент И здесь два персонажа Королева Чурин сама и главная служанка Окей, Чурин Хангу И кого ты хотел бы озвучить? Королева Я тоже хочу королеву Ну ладно, давай выберем, кто выиграет Поэтому через Кайбайбо Я выиграла, я королева, ты служанка Ты первая, поэтому ты одеваешь наушники Ничего не слышно Да, ну ты будешь себя слышать вот здесь Слышишь, да, себя? Очень хорошо слышу Если плохо себя слышать, можешь одно ухо приоткрыть Это такой лайфхак Певцы так делали, чтобы себя вживую слышать Потому что иногда Просто читать, да, субтитры? Да, появляются субтитры И ты прямо в этом моменте должна читать их Окей Сука смертительна? Смертная Сука смертная Сука смертная Я не знаю Значит, я первый раз вижу это слово Скукота Вообще слово скукота Скучно Хорошо, хорошо Сука смертная Чем бы позраблялся Чем бы поразвлечься Чем бы позраблялся Поразвлечься Поразвлечься Чем бы позраблялся Что-то я поздравляю Поздравить У тебя склад в кармане У тебя склад в кармане Смешно Давай еще раз Служанка не звучит Это же я служанка Забыла У тебя склад в кармане Сорян, конечно, но нет Стоять будете Вдячи игру гуру Там так быстро слава вкшли Я же считаю Это так быстро Почему русский язык такой длинный Да, да, да Согласна Это ну, sorry Просто жаргон на русском Это очень как а Сорян Сорян, конечно, но нет Спасибо Сорян, конечно, но нет Спасибо Стоять будячи игру На полцах живого места не остается Стоять будячи игру На полцах живого места не остается показала ваше величество надях мне удалось добыть эту шелковую пряжу и сын как надо подумала когда-нибудь вы захотите вернуться к своему увлечению поэтому я во всяю жизнь о чем вы это называется наперстком вы решили это игрушка ваше величество я эту дараму озвучил много лет назад когда вышла только в этом месте надо удариться от нас слова склад у тебя склад в кармане у тебя склад в кармане сурян конечно но не спасибо стоит взять иглу на палатах живого места не остается поэтому я во всеоружии ты мне сейчас покушку показала о чем вы это называется наперстком вы решили это игрушка ваше величество дама че ты правда не в теме у наперстка есть какое-то скрытое значение я приготовила его чтобы не укололи пальцы во время шуча меня терзаю смутные сомнения а кто смотрит это видео простите пожалуйста я портила ваши эмизи дурамы ты травмировала их души дурамы посмотрите это их версия как будто служанка разговаривает с пятилетной девушкой а теперь мужской голос это принц лимон и сегодня будет озвучивать дораму взбодрись тот самый легендарный момент где звучит фраза мама я в пусане только кинг-хан сегодня будет в роли моей мамы я мама да хорошо слушать меня хорошо поклон хорошо готовлю сынок ты где почему ты еще не дома почему ты в пусане а сынок он отключился почему он так себя ведет почему он так странно себя ведет с первого дубля получил с первого дубля это супер ну я это против потому что корейские мамы не такие добрые они говорят не возвращайся домой вот она говорит живи там почему ты вернешься тебе не надо вот она говорит это хорошая мама да ну давайте я мужские запишу и мы послушаем что получится давай давай послушаем а представляешь сколько людей смотрит дорамы на самом деле вот многие твои подписчики русскоязычные они вот смотрят все они уважают корейский дорам да смотрят вот грубо говоря вот так и приедайте в Корее все сынок ты где почему ты еще не дома мама я в пусане пусан почему ты в пусане просто как то так получилось я вернусь сегодня вечером я объясню как только вернусь домой сынок а а потому что, он отключился почему он так себя ведет почему он так странно себя ведет прости мама я скоро а я такой он не чуть� Я думаю, чуть-чуть лучше получилось, чем это. Не чуть-чуть, это прям просто... Вааа, спасибо! Голоса хорошо созвучили у вас. Мы будем теперь работать с Кён Хой в паре. Когда иностранка говорит по-корейски, то нови меня. Хорошо, хорошо. Окей. Так, Лемон и Акуня, оттяните, пожалуйста, мое дублирование. Честно, первый и второй. Я готова не слышать. Ну и пока у меня микрофон, я скажу. Второй просто perfect all kill, как говорится, справилась с первого дубля. И даже мне стало немножко стыдно, что как будто бы я не дотягиваю до уровня Кён Хи, потому что мне пришлось несколько раз описывать. Но первый, самый смешной, мне кажется, вариант, это вот когда записывались Акони. Мне кажется, что во втором у меня подсиживает. Она метит на мое место. Она хочет вместо меня озвучивать. Ну, по-моему, первый вариант зато получился максимально смешным, жизненным, наполненным юмором. И там некоторые фразы, особенно самая первая, она мне очень сильно понравилась. А тебе самой понравилось? Что? Ну, говори. Тебе самой понравилось? Мне очень понравилось. Спасибо, Римон и Акуня. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Смотрите видеодорамы о софтвоксе. Я оставлю ссылку. Акуня ревула софтвокс? Подписывайтесь на канал. П石и originал мыши,